Как мать обнимает своих детей, так вот собор пытается нас к себе призвать, церковь святая обнять, да? И также Господь беспокоится о каждой душе человеческой, но у нас есть воля. А воля человеческая зачастую она приводит человека к озлу, потому что человек не сверяет свою собственную волю с волей Божьей. Потому что ради одной души человеческой создана вся Вселенная, да? И мы должны понимать ценность человеческой души. Если когда-нибудь у Вас на Вашем пути жизненного встретится молодая девушка беременна, или женщина, которая собирается пойти на аборт, да? Или мужчина, у которого забеременела женщина. Всякое бывает в жизни, да? Бывает, что и невенчанный враг, бывает, что и незарегистрированный, а душа человеческая все равно Господь призвал. Надо стараться всеми силами сохранить эту душу, уговорить. Если нужны деньги, достать деньги, это стоит намного больше денег, намного больше. Господь Вам вернет с царицей. Не жалейте на такие вещи. Может быть, кому-то нужна помощь. Всегда нам нужна помощь. Не проходите мимо беды человеческой. А сейчас это много. И вот у нас этот центр жизнь. Тоже, если у Вас будет возможность, каким-то образом помогайте. Узнайте, где он находится. Возьмите телефоны. Вы знаете, приходится, вот, работникам этого центра приходится бороться за каждую душу. Приходят молодые девушки, которые хотят сделать аборт. Или консультации уговаривают сделать, да, женщину. Вот. Приходит женщина и спрашивает, ну, там, на каком-то сроке беременности. Они говорят, ну что Вы будете аборт делать или рожать? Вот Вам две недели на размышления, а то потом будет поздно. Это консультации женской, так говорят. Понимаете? Вот надо как-то нам менять наше сознание. Русская нация умирает. Это печально, трагично. На войне, посмотрите, я даже перепутал. Я просчитал, что четыре тысячи в день. А оказывается, до пятнадцати тысяч младенцев в день гибнет. Это мы Ирода, царя, переплюнули за один день. Так что вот надо хорошенько подумать, да. Я хочу Вам сказать, что когда нам об этом говорят, мы хотим заткнуть уши, закрыть глаза и пройти мимо. Как будто это нас не касается, это убийство. Вот. И многие не хотят, потому что это неприятно. Неприятно это знать, видеть. Но надо себя пересилить. И может быть, если Вы даже спасете одну душу человеческую, может Господь Вам за это все грехи Ваши жизненные спишет. Так что хорошенько подумайте. Божье Вам благословение. Божья помощь на всех Ваших жизненных путях. Спешите делать добро. Спасибо. Спасибо.